Мне бы хотелось сегодня поговорить о нескольких вопросах, которые представляются действительно серьёзными и важными для нас. Вот один из вопросов, который, оказывается, совершенно по-разному понимается как у нас в православии, так и в западном христианстве, если их сопоставить между собой. Это вопрос о церкви. Это очень серьёзный вопрос. Серьёзный он по той простой причине, что непонимание его привело к самым печальным последствиям всё западное христианство. Я не буду говорить о весьма многих вещах, которые вам хорошо известны по догматическому богословию, а обращу внимание только на некоторые стороны этого вопроса, которые надо действительно иметь в виду. то, что церковь имеет две стороны, когда мы говорим понятие «церковь», и то, что церковь действительно может пониматься с двух сторон, как с внутренней, так и с внешней, по-видимому, это всем известно. Я зачитаю только одну очень хорошую мысль из Алексея Степановича Хомякова, с которым вы знакомы, все прекрасно, и гонялись с ним чаи ещё в позапрошлом столетии. Вы же живёте давно. Так, вот он, в частности, писал, «Внешнее единство – есть единство, проявленное в общении таинств. Внутреннее же единство – есть единство духа. И дальше пишут ужасные вещи». Вы только послушайте. «Многие спасались, например, некоторые мученики, не приобщившись ни к одному из таинств церкви, даже к крещению. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, её вере, надежды и любви». Вот первое обращаю, что на себя внимание. Как это такое? «Многие спасались, не приобщившись ни одному таинству церкви». Если вы обратитесь к тексту небезызвестного для вас послания Восточного Патриарха, я приводил, когда они... Помните, что пишут о крещении детей? Погибнут дети. Помните, мы с вами говорили? Вопреки слов Христа, что таковых есть Царство Небесное, и что, если даже вы не станете такими, как дети, не войдёте в Царство Небесное, вопреки, прямо пишут, погибнут. А в православии крещение детей вошло в практику, как вы помните, надеюсь, только к IX веку. Почти 800 лет этой практики не было. Были отдельные моменты, отдельные случаи. Ну, апостол Павел пишет, крестил дом Дом Стефанинов. Или там, помните, скорлили им сотника. Да, но это отдельные случаи, как что? Как исключение. А исключение, знаете, что такое? Упал человек с пятого этажа, подбегает к нему всё. Живёхонький, здоровенький, ни даже, ни одной царапины. Так, что будем делать теперь? Ну, конечно, все будем прыгать с пятого этажа. Ну, естественно, зачем нам ходить по лестницам, по лифтам? Оказывается, можно. Верите? Так и крещение детей было исключением. Когда, правилам же, ещё раз вам говорю, до девятого века то не было. Праздник трёх святителей, помните? Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затауст. Родители Василия Великого, к леку святых причтены. Никто даже и помышлял, не помышлял. Сам человек должен сказать, верует он во Христа или нет. А если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Это вы прекрасно помните. Таково было... Так вот, видите, тут Хомяков, он не от себя это пишет, что многие спасались, не приобщившись ни одному из таинств. Да, конечно. Таинство – это что из себя? Напоминаю ещё раз вам. Таинство – это великая милость Божия. Какая? Помощь человеку в спасении. Помощь! Не само по себе это спасает, а помощь. Иоанн Затауст пишет, Иуда причастился. Слышите? Иоанн Затауст прямо пишет. Причастился. И с этим причастием вошёл в него сатана. Как? Причастием? Сатана? Думаю, что он получше многих Иоанн Затауст понимал то, о чём он писал. А понимал то, что выражали все святые отцы. Тот, кто ест или пьёт недостойно, суд себе, и ест и пьёт. Это относится ко всем таинствам без исключения. В том числе и к таинствам венчания. Когда без рассуждения, без веры, просто так, как красивый обряд, то тогда эти браки становятся липовыми, само венчание становится одной формой. А если человек понимает и принимает формально, то суд себе только творит, а не помощь получает от Бога. Вы знаете, друзья мои, я почему говорю вам, вы вот сейчас станете священниками, и у вас начнётся вот эти проблемы. Отказывать вы не можете. Это воля родителей, когда они в отношении детей, или воля тех взрослых, которые хотят венчаться в церкви. Не можете отказывать. Но вы не только можете, а вы должны и обязаны, если не хотите погрешить против совести, предупредить. Что бывает с тем, кто принимает таинство без веры, без обещаний Богу доброй совести, то есть христианской жизни? Суд себе, суд себе принимает такое. Вы обязаны это объяснить. Обязаны. Если вы не будете, как священники, то есть руководители, не будете предупреждать людей от этого, то все те бедствия, о которых говорит Священное Писание, на человека падут и на них, и на вас. Учтите! Не превратитесь в жрецов! Жрец, знаете, чем характеризуется? Он исполняет все это в внешнюю культовую сторону и больше ничего. И всё. Он всё сделал, пожалуйста, зарезал барана, и всё в порядке. Священник – это прежде всего руководитель второе уже в совершении таинств. Пожалуйста, запомните это. И вы, наверное, все понимаете, как всё перевернулось у нас. У нас, я говорю, в церкви, как всё перевернулось прежде всего. Это что такое? Совершение таинств. Совершение богослужения. А руководство, ну, я выйду, скажу, возлюбленные во Христе, братья и сестры. Сегодня мы праздновали вот такое-то. Такое-то было событие. Вот так. Но не беспокойтесь, святые за нас молятся. Божья Матерь покрывает нас святым покровом. Аминь! Смотрите! Просто вы учтите, недаром у Яна Златоуста особенно такие сильные слова, он говорит, даже если ты сам живёшь по-христиански, но при этом не исполняешь своего долга перед Богом, а на учении людей правильной жизни ты погибнешь при всём твоём благочестии. Может быть, это останется, друзья мои? Я всё время повторяю это. Потому что жалко, если вы на себя возьмёте вот этот вот меч карающий и превратитесь в чиновников от церкви. Беда! Учтите, это будет беда! Беда всей вашей жизни и этой, которая пролетит очень быстро, но будущей уже непременно. будет беда! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!